День памяти святого апостола Андрея Первозванного особо торжественно отметили в Свято-Троицком храме Челябинска. Здесь хранится лобная часть главы этого святого. На богослужение в день его памяти собралось множество людей, желающих помолиться у святыни. Был совершен молебен апостолу Андрею и крестный ход вокруг храма. Храм был переполнен. Участниками богослужения стали прихожане и многочисленные гости из других храмов. И это неудивительно, ведь для Свято-Троицкого храма День памяти апостола Андрея считается вторым престольным праздником. Поскольку именно здесь хранится одна из святынь дореволюционного Челябинска – частица мощей апостола Андрея Первозванного. Она была подарена Челябинскому храму в конце 19 века афонскими монахами. В советские годы мощи выставили как экспонат в музее атеизма. Вскоре святыня попросту исчезла из музея, и верующие решили, что утратили ее навсегда. Однако в начале нынешнего века по удивительному стечению обстоятельств частица мощей была обнаружена в Серапионовой палате Троицы Сергиевой Лавры. И в 2008 году святыня вернулась в город. По благословению святейшего патриарха Московской и всей Руси Алексея II мощи были возвращены. И с того момента, когда совершилось их обретение и возвращение, частица мощей находится в Свято-Троицком храме города Челябинска. И поэтому, конечно, День памяти святого апостола Андрея Первозванного для нас практически как один из престольных праздников. Потому что мы очень почитаем память апостола Христова и молитвенно, воспоминая его, всегда собирается очень много людей. За богослужением в сан священника митрополит Никодим рукоположил диакона Евгения Флягина. Новопосвященный батюшка войдет в клир Челябинского храма в честь иконы Божьей Матери «Утолимая печали» в Ленинском районе. По окончании литургии в Троицком храме был организован крестный ход. В его главе – митрополит Никодим. Обогнув храм, молитвенное шествие традиционно вышло на проезжую часть. Пока верующие молятся, водители терпеливо ждут. Не каждый день такое увидишь. По возвращении в храм митрополит Никодим вместе с духовенством совершил молебен святому апостолу. Затем в своем архипастерском слове владыка остановился на подробностях жизни святого Андрея Первозванного, издавна почитаемого на Руси. Архиерей назвал удивительным тот факт, что в Челябинском храме в российской глубинке хранится такая великая святыня – частица честной главы апостола Андрея Первозванного. Особую радость мы с вами испытываем здесь, в этом храме. Ибо сегодня вместе с нами в этом храме и апостол Андрей Первозванный. И его частица здесь, и прикладываясь к ней, молимся дивному угоднику Божию, святому апостолу Андрею Первозванному. Продолжение следует...